Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Женщина отказывает в отношениях мелко, находя правильные слова. Обидений нет, тем более отношения только начались, не успев развиться в полную меру. Не было интима. Встречались месяц. Правда, он пытался вернуть ее в течение года. После периода переживания остались грусти и сожаления. Эта грусть длится несколько лет. Встретилась новая женщина, с которой взаимно справится она даже внешне больше бывшей, но бывшая вспоминается с грустью. При разговоре о том, что его отвергли, человек называет это все болячкой, которую не надо ковырять. Это выговорит, что больших чувств к бывшей не было, не болел ею, не страдал, был начальный период влюбленности, как и со всеми женщинами в его жизни. Скажите, что в этой грусти находится? Если задетая смолеба, то должна быть обида. Но обиды точно нет. Такая больная зависимая любовь. Ну, смотрите, Анна, какая здесь получается ситуация, на мой взгляд. Судя по тому, что вы этим интересуетесь, я могу сделать небольшое предположение, что вам, так скажем, не очень приятно. То, что происходит. Вот. И вы пытаетесь для себя это, судя по тому, что вы описываете, да, вы пытаетесь для себя это понять. Ну, в общем-то, в моем опыте, да, в моей практике подобные попытки мало к чему приводят вообще. Вот. Потому что вы, ну, ничего не добьетесь, сами ничего не добьетесь. Таким образом, да, как бы отношение, в общем-то, приведете в совсем другую плоскость. А тема, темы, о которых вы будете, получается, говорить, о которых вы будете говорить с мужчиной, да, эти темы, они, мягко говоря, являются не теми, которые двигают отношения к развитию, по крайней мере, если говорить об этом постоянно. Кроме того, вы демонстрируете, здесь, на мой взгляд, вы демонстрируете, ну, некоторую вот неуверенность в себе, да, некоторую тревожность, может быть, даже ревность. Вопрос здесь заключается не в том, как именно вы могли бы здесь себя чувствовать. То есть, могли ли вы испытывать ревность или нет? Вот. Вопрос здесь заключается в том, как вы с ревностью своей обращаетесь. То есть, вот, что вы с ней делаете, с ревностью, да, как вы ее выражаете. И понимаете ли вы, что вас в этом волнует? Потому что, вот, если вы не понимаете того, что вас в этом волнует, то, как бы, вы пытаетесь просто работать со своей тревожностью здесь. Вот. А тревожность, она не уйдет от того, что вы вот так вот действуете, потому что причины тревожности находятся в вас, а не в мужчине. Вот. Вот. У мужчины, там, может быть, ну, не знаю, какой угодно опыт, да, а вот, у человека, может быть, ну, там, условно говоря, какие угодно элементы, так скажем, прошлого, да, и, в общем-то, это, у всех у нас есть прошлое, это нормально. Вот. А когда человек с чем-то сталкивается в своей жизни, ему нужно в первую очередь выработать к этому отношение. Ну, свое отношение. Вот. В первую очередь ему нужно выработать к этому именно свое отношение. И дальше, исходя из этого отношения, уже выстраивать свою модель поведения, ну, поведенческую модель. Если человеком это не делается, то есть, если своя собственная позиция по отношению к какому-то феномену не вырабатывается и не придерживается, человек этой позиции, например, объясняя это недостатком информации, объясняя это тем, что, там, ну, человек может быть такой, может быть другой и так далее, неважно, вот, то получается, что я становлюсь как бы зависимым уже от тебя. Вот. И вот получается, что вы зависимы как раз таки от мужчины, зависимы от наличия у него чувств к кому-то из прошлого. И совершенно не случайно в этом смысле вы упоминаете зависимую больную любовь. Кажется, это, ну, как бы, совпадением это кажется, но на самом деле, конечно, это не совпадение, на самом деле это совсем не совпадение. На самом деле это закономерность, то, что вот вы называете, ну, больной зависимой любовью, вот. Если мужчина сам, например, считает проблемой то, что с ним происходит, то, что он чувствует, например, то ему самому нужно работать со специалистом, с психологом, если он считает, что, ну, как бы, что его это проблема. Если у него это не проблема, то, как бы, и не нужно понимать и так далее, вот. А вам нужно выработать именно вот к этому свое отношение. Что касается грусти, да, которую вот вы спрашиваете, то здесь, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что грустить, в принципе, более чем нормально, ну, то есть, нормально испытывать, вот, ну, чувства грусти. Просто человек, ну, то есть, вот, мужчина, ее не прожил, он не смог, как бы, вот, до конца прожить это чувство. И оно у него осталось, вот, и его, как бы, как бы, в этом смысле отправляют сейчас по большому счету. Вот. То есть, нет ничего в этой грусти. Грустить нормально, просто вот не всегда получается, как бы, проживать наши чувства до конца. Вот. Ну, в случае с мужчиной, у него это не получилось сделать, как вы можете видеть. А вы же пытаетесь, как бы, как бы, видеть, ну, увидеть здесь какие-то подводные камни, да, либо обида, либо зависимая любовь, оперируя своим собственным опытом. Как бы, вот, оно и понятно, потому что, эээ, потому что свой опыт этот, это единственное, на что вы можете опираться. Но, тем не менее, ваш опыт к опыту другого человека не имеет никакого отношения, поэтому имейте, эээ, имейте, пожалуйста, это в виду, вот, не надо искать, эээ, как бы, чего-то там, где этого может, может и не быть. Эээ, почему вы тревожны, да, откуда, эээ, такое, такое предположение берется? Эээ, в первую очередь, такое предположение берется из того, что вы, эээ, по сути, эээ, спрашиваете про третье лицо. У психологов, что является, к большому, к сожалению, нарушением профессиональной этики. Мы не можем обсуждать, эээ, как бы, проблемы других людей, если они к нам сами не обратились. Вот. Именно потому, что вы это делаете, это похоже на отчаянный, на отчаянный шаг. Я полагаю, что вам достаточно тревожное и неприятное, вот, что нормально, но со своими чувствами вы сам обратиться как-то не можете. Вот. И, соответственно, отсюда такая вот модель вашего поведения. Можно ли это корректировать? Да, можно. Для этого вам нужно обратиться к любому панеру. Специалисты вам помогут. Помогут. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.